Это автопортрет юного барнаульского художника. Был написан специально для участия в Дельфийских играх России. Они проходили во Владивостоке в конце апреля. 12-летний Тимур Русак всерьез увлекся живописью после того, как впервые побывал в Московском музее имени Пушкина. Сейчас он ученик известного художника Пергильды Широва и обладатель золотой медали Дельфийских игр России в номинации «Изобразительное искусство». У нас было ранее задание, получается, нарисовать автопортрет, натюрморт. Это как бы показать уровень заранее, что ты умеешь рисовать и на месте, нарисовать композицию по заданной теме. Я изобразил старого человека пожилого, который посвятил свою жизнь природе. В творческой делегации от Алтайского края было почти 40 человек. Это победители региональных Дельфийских игр. Всего же свое мастерство на уровне России продемонстрировали представители 70 регионов страны, а это более 1800 ребят. Серебряная и бронзовая медали в номинации «Современная хореография» достались образцовому коллективу края студии «Юла» из Новоалтайска. По словам руководителя, наших танцоров там многие называли странными. Для меня это комплимент. Быть странным, необычным – это здорово. Потому что наша хореография отличается, наши постановки отличаются, видение номера отличается. Кстати, «Юла» была единственным танцующим представителем от нашего края. Достойно на Дельфийских играх выступили и вокалисты. Например, София Ларионова в номинации «Эстрадное пение» стала серебряным призером. Для всех ребят Дельфийские игры России – важная ступень в развитии своей творческой карьеры. А вот для художника Тимур Русака испытания на этом не закончены. «Барнаулиц» вошел в состав сборной страны для участия в молодежных европейских Дельфийских играх. Они пройдут в Словацкой республике в августе этого года. Пожелаем художнику удачи. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Продолжение следует...